Как делают игры? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся сначала с тем, что такое игра. И сделаем мы это, отвечая на несколько простых вопросов. Первый вопрос – кто? Кто будет играть в нашу игру? Дети или взрослые? Мальчики или девочки? От ответов на эти вопросы зависит, какая должна получиться игра. Определившись с игроками, мы еще раз отвечаем на вопрос – кто? Ответ на этот вопрос поможет понять, каким должно быть главное действующее лицо в игре или представитель игрока в этой игре. Часто говорят – аватар. Какой или какие будут в этой игре персонажи? Какой у них характер, внешний вид, поведение? А может быть их заменят забавные фишки или карточки? Кто и что, помимо главного персонажа, должны быть представлены в игре? Это так называемые неигровые персонажи – NPC, которые оживляют всю игру и делают ее более увлекательной для игрока. Следующий вопрос – где? Где можно будет играть в нашу игру? В комнате? На столе или на полу? А может быть лучше во дворе? Там больше места, можно придумать больше развлечений? Или мы создадим игру в одном из самых популярных жанров Live RPG по-русски ролевую игру живого действия? Например, на основе исторической реконструкции. И каждый игрок попробует перевоплотиться в одного из героев некоторой истории. Играть мы будем на большой локации. Ну, например, где-нибудь в замке. Окей. Не хотим живых игр и есть компьютерные или видеоигры, мобильные игры, всевозможные приставки, дополненные виртуальной реальности. И это целый мир игр, которые для обобщения назовем цифровыми или электронными. Кстати, многие цифровые игры выросли из живых, настольных, например. В шахматы можно играть на доске с живым партнером, а можно с компьютером. И таких примеров множество. Разработкой такой игр сегодня занимается новая современная индустрия под названием геймдев. И далее мы немного коснемся именно этой индустрии. Отвечая на вопрос где разработчик электронной игры определяет локации, на которых будут жить виртуальные персонажи. Те самые представители живого игрока и его окружения в мире неживом, виртуальном, цифровом, выдуманном. Будет это нечто очень похожее на наш реальный мир, реалистичное или совершенно фантастическое? Или автор игры хочет отправить игрока в глубокий космос? А может быть исследовать историческое прошлое или далекое будущее? Все это называют сеттингом. Обычно в играх много различных уровней, которые придумывают левел-дизайнеры. Итак, игры бывают разные. Если обобщить, то можно сказать, что вся наша жизнь – большая игра. А человек создает маленькие игры, каждый из которых представляет собой своеобразную модель некоторой части жизни игры. Поэтому успешные геймдизайнеры много читают, путешествуют, занимаются самыми разными делами, тщательно изучая таким образом жизнь игру. Идеи вдохновения разработчики черпают из книг, фильмов, мультфильмов, наблюдений за самыми разными видами творчества и деятельности человека. Третий вопрос. Как? Как игроки будут играть в игру? По каким правилам? Что в ней должно происходить? Первое, о чем стоит подумать создателю игры – это ее цель. Чего в итоге должны достичь игроки? И что им необходимо сделать для достижения поставленных целей? Скорее всего, им придется исследовать игровой мир, решать различные загадки, проходить квесты. Во многих играх персонажи сражаются, преодолевают различные препятствия, собирают сокровища и прочие артефакты. И все эти элементарные действия называют игровыми механиками. Теперь мы знаем, что такое игра. С чего же начать ее разработку? Все начинается с идеи. А еще с названия. Порой достаточно пары-тройки слов, чтобы выразить точно суть игры и привлечь внимание игроков. Краткость оставляет некоторую загадку, а ведь именно разгадывать загадки – главное, что нас привлекает в играх. Если сразу не удается придумать удачное название для игры, это можно сделать и позже, проанализировав существующие аналоги. Все, о чем мы сейчас говорим, а также процесс придумывания и проектирования игры, являются предметом геймдизайна. Это целое направление в геймдев, без которого невозможно создать по-настоящему хорошую игру. Геймдизайн – это проектирование. И как любое проектирование, это процесс очень ответственный, серьезный и творческий одновременно. Большинство игр создаются целыми командами, и поэтому так важно детально описать игровой процесс и особенности игры, чтобы все члены команды одинаково понимали, какую игру они делают. И чтобы не получилось, как в басне одлебить рак до щука, в процессе разработки происходит постоянное согласование задач каждого разработчика. При этом создают и используют так называемый геймдизайн документ, который тоже постоянно уточняется и детализируется. Получается эдакая большая книга об игре. А команды? Команды разработчиков игр бывают самые разные, в зависимости от сложности и объемности этих самых игр. Хорошую игру можно создать даже в одиночку или в паре программист плюс художник. Конечно, придется очень потрудиться, совмещая в себе сразу несколько ролей и работая над проектом почти круглые сутки. Хотя есть игры, которые легко можно сделать и за пару часов. Их называют гиперказуальными. Но чем быстрее делается игра, тем быстрее она перестает быть интересной для игроков. Оптимальной кажется инди-команда из пяти человек. Средние команды, которым чаще и быстрее удается довести проект до релиза и публикации, состоят из 15-30 человек. А когда игра становится популярной, команда может вырасти в разы, человек до 50 и более. С разными играми дела обстоят по-разному, но с самыми популярными мобильными играми, по нашим наблюдениям, происходит именно так. Чтобы в игру играли долго и она оставалась интересной, для нее постоянно выпускаются апдейты с новыми уровнями и сюжетными линиями. В итоге команда может вырасти до суперкоманды из нескольких сотен человек самых разных профессий и специализаций. Часто это международные команды, а разработчики живут в разных городах и странах. Фактически это несколько команд и процесс управления разработкой становится более сложным. Значительную часть времени занимает четкое планирование. Для проекта создается календарный план. У каждого разработчика списки задач, которые упорядочены таким образом, чтобы результаты можно было вовремя и качественно интегрировать в один общий проект. И самым важным в разработке игры является умение всех членов команды взаимодействовать друг с другом, понимать друг друга, уважать и ценить усилия каждого, делая вместе одно общее дело. Это главная гарантия успешности проекта. Итак, на старте разработки игры стоит ответить всего лишь на три главных вопроса. Кто, где и как. О том, какие именно задачи решают геймдизайнеры, художники, программисты, тестировщики, аналитики, маркетологи и другие специалисты в ГМДФ команде, мы постараемся рассказать в следующих выпусках. До новых встреч и благодарим за внимание!